Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. В сегодняшнем видео хочу предложить вашему вниманию подробнейший мастер-класс по вязанию вот такого очень простого, но на мой взгляд очень эффектного узора. Сразу хочу сказать, что этот мастер-класс для начинающих, продолжается серия мастер-классов для начинающих, я поэтому делаю акцент именно на этом. И кому это интересно, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Что хочу сказать об узоре. Узор просто шикарный, подходит для вязания из тонких ниточек. У меня в данный момент троицкая алиса, вот такая вот красивая, а у этой ниточки метраж 300 метров на 100 граммов. Но посмотрите, узор не выглядит тоненьким, то есть за счет одной здесь, я называю ее пышная лицевая, и за счет вот этого красивейшего жгутика узор получается достаточно таким объемным. Но я бы сказала, посмотрите, вот средний такой объем идеально подойдет для снуда, для шарфа. Но я хочу связать таким узором ажурную кофточку, вот простую такую удлиненную ажурную кофточку. Возможно, я добавлю здесь какую-то косичку, может быть, по бокам для разреза и на рукава. И все, на мой взгляд, узор просто шикарен. Теперь, что хочу сказать по технологии этого узора. Отнеситесь к этой информации сейчас очень-очень серьезно. Как-то моя одна подписчица написала мне, что снимите мастер-класс по плотности вязания. Вот на мой взгляд, поскольку я только начинаю вязать спицами, я хочу сказать, что плотность вязания зависит, просто напрямую зависит от легкости в руках. То есть я не могу вам на камеру передать, что я чувствую в руках. Но поверьте, вы должны просто расслабить, отпустить свои руки. В руках должна присутствовать легкость, никакого напряжения, никакой натянутости. Тогда будет получаться вот такая красивая вязка, не затянутая. Я не могу сказать, что она рыхлая. Она, на мой взгляд, то, что нужно. Итак, давайте приступим непосредственно к узору. Кратные пяти. Что значит кратные пяти? То есть количество пяти должно делиться на пять. У меня в данном случае 25 петель. Набрали 25 петель и первый ряд вам нужно будет провязать все петли изнаночные. Это только первый ряд. Я, конечно же, сейчас вязать его не буду. Ну, а вы провяжете все петли изнаночные. Итак, я его не считаю, этот первый, так сказать, ряд. Дальше будем считать лицевой ряд, изнаночный ряд. Здесь всего в этом узоре два ряда. Первую снимаем. Дальше идет изнаночная. Да, я вяжу восточным методом. Дальше лицевую спицу вводим на ряд ниже. Я ее назову лицевая пышная. Ну, для удобства. Изнаночная. Теперь, смотрите, нам нужно вот эти две петельки перекрестить. Как это сделать? Ввожу спицу во вторую петлю вот так вот сзади и провязываю ее лицевой. Лицевой и восточной. Теперь, смотрите внимательно, вот здесь вот пальчиком придерживаю. Это очень важный момент, чтобы у вас ниточка вот здесь была зафиксирована. Теперь вводим в первую петельку и тоже провязываем лицевой. И вытаскиваем вот, чтобы у вас вот эти петли были все одинаковые. Для чего здесь нужно придержать. Чтобы вот такой красивый колосок получился. Теперь ничего не натягиваем. Просто вот так спускаем эти петли. Дальше вязание повторяется. Очень просто, но нужно соблюдать, ну, такое вот небольшие нюансики. И еще раз повторюсь, легкость в руках должна быть всегда. Лицевая пышная. Изнаночная. Теперь опять у нас перекрест. Первую петельку провязали. Вторую петельку провязали. И теперь вот так вот просто сняли. Опять изнаночная. Лицевая пышная. Изнаночная. Прошу прощения, если будете слышать какие-то звуки. Уж выбирала, выбирала. Но, как всегда, выбрала время. Где-то идет ремонт. Во вторую петлю вошли, провязали лицевой. Первую провязали лицевой. И не тянем ничего. Вверх не поднимаем. Вот так, как кратненько спускаем. Чтобы у вас вот этот колосок был воздушным. Изнаночная. Лицевая пышная. Изнаночная. Скрещенная. То есть, ввожу вот так сзади. Провязываю лицевой. Провязала. Теперь первую петельку провязываю. Тоже лицевой, восточной. Вот и все. Изнаночная. Лицевая пышная. Изнаночная. И моя кромочная, Которая с накидом. Я смотрю, что многим пришлась Это кромочная по душе. Пользуйтесь. Я теперь только ее вяжу. Все. Первый ряд лицевой мы провязали. Теперь вяжем изнаночный ряд. Здесь тоже небольшой нюансик есть. Первую с накидом я снимаю. Это моя кромочная. И петли по рисунку. Здесь уже у нас нет никаких пышных лицевых. То есть лицевая обычная. Как смотрят петли. Изнаночная. Лицевая. И теперь внимание. Вот они, эти две петельки. Они у нас изнаночные. И нам нужно провязать их тоже. С крещенными изнаночными. Как это сделать? Вхожу во вторую петлю. Она здесь очень похожа на бабушкину. Вытянули. Опять придерживаем вот здесь вот ниточку пальчиком. Теперь входим, смотрите, снизу. Снизу я вхожу, потому что метод восточный. Вот. Теперь вот так вот помогаю пальчиком. Еще раз. Вот так. И провязываю ее. Вот просто вот здесь вот придерживая. Сняла. Лицевая обычная. Ряд у нас изнаночный. Помним, это изнаночная. Лицевая. И повторяем. Вхожу во вторую петлю. Провязываю изнаночной. Похожей на бабушкину. Теперь вхожу в первую петлю вот так снизу. Не сверху, снизу. Придерживаю здесь пальчиком. И провязываю ее. Это называется восточная изнаночная. Сняла. Ничего не затягивая, чтобы жгутик, вот этот колосок, был у нас воздушный. Сейчас брошу нитки на пол, а то они мне здесь очень тесно мешают. Давайте еще раз загрепим. Вот слышите эти звуки, ну уж как есть. Лицевая, изнаночная, лицевая и теперь скрещенные изнаночные. Раз. Сейчас придерживаю здесь. И вот так вот провязываю. Ничего сложного абсолютно нет. Только нужно помнить, что в изнаночном ряду все петли по рисунку без пышной лицевой. А в лицевом у нас присутствует одна пышная лицевая, которая провязывается по на ряд ниже. Так, раз. Вот так помогаем себе нам. Для этого и даны пальцы, чтобы мы ими работали. И снимаю. Опять. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Лицевая. И моя кромочная. Вот, в принципе, и весь узор. Давайте еще раз свяжем один лицевой ряд. Закрепим наше знание, да, наш навык. Посмотрите, какая прелесть. Полотно просто мягкое, воздушное и из тонких ниточек придает просто очень шикарный объем. Я хочу, планирую, вообще связать себе кофточку именно вот таким рисунком. Итак, вспоминаем. Изнаночная у нас обычная. Лицевая пышная. О, как даже стихи получаются. Изнаночная обычная. Лицевая пышная. Еще одна изнаночная. Теперь перекрещенная лицевая. Раз. И кошка у меня кричит где-то. И сверху рычат. В общем, время неудобное я выбрала. Так, сейчас, секунду. Здесь немножко нитка расслоилась. Нам нужно ее хорошо поддеть, не зацепив. Сейчас разберусь. Изнаночная. Лицевая пышная. У нас лицевой ряд. Не забываем про это. Изнаночная. И две петельки перекрещиваем. Так, ввожу. Сейчас, секунду. Девочки, это только в камеру, поверьте. Вот одна. Во вторую вхожу. И провязываю тоже лицевой. Не затягивая, просто вот так спускаю. Опять ли, изнаночная. Лицевая пышная. Изнаночная. Две скрещенные лицевые. Раз. Вот так вот здесь вот фиксируем. Чтобы красивая вот этот колосок, вот этот был. Два. И не затягивая, вот так просто вытаскиваю спицу. Не забывайте про легкость в руках. Изнаночная. Лицевая пышная. И изнаночная. И лицевая скрещенная. Вот здесь вот держим. Так, сейчас. Так, здесь нужно мне поправить. У меня соскочила одна ниточка. Сейчас поправлю. И свяжем. Так. И вторую провязываем лицевой. И все две, можно сказать, изнаночная. Лицевая пышная. И изнаночная. Кромочная. Вот такая красота у нас получилась. Мне очень нравится этот узор. Просто очень нравится. Хочется связать прям свитерок. Возможно, добавлю сюда вот косы и на рукав. И все. Больше ничего добавлять не буду. Все, мои хорошие. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Жду ваши комментарии. Узор на самом деле шикарный и очень-очень легкий. Следующее видео постараюсь все-таки снять по плотности вязания. Мои наработки, мои мысли. Кое-что есть у меня. То, что я для себя открыла. Это мое открытие для меня. Но с которым я с вами поделюсь в следующем видео. И еще небольшой анонс. Возможно, это видео я совмещу. Сегодня должна прийти ко мне посылочка. Я заказала шикарные ниточки. Кашемир. И там ниточка значит махер там с чем-то. Я такие ниточки. Бобинная пряжа итальянская. В общем, с этим я поделюсь в следующем видео. Возможно, даже и сегодня сниму его. Все, мои хорошие. Желаю всем творческих успехов. Бежите, творите, вытворяйте. Всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.